Здравствуйте, меня зовут Александр Аносов и я представляю закон. Первый антикоррупционный телепроект в Мордовии. Сегодня расскажем, за какое молчание требовал миллион рублей ведущий инженер-инспектор Минобороны в Ковылкино. Покажем, как встречали в суде бывшего прокурора Октябрьского района и еще несколько громких антикоррупционных новостей уже через несколько секунд. Не переключайтесь, узнаете подробности первыми. Последние две недели были насыщены коррупционными делами в судах районных и мировых. Одни процессы стартовали, как, например, по бывшему прокурору Октябрьского района, другие завершились обвинительными приговорами и штрафами. А еще президент России Владимир Путин принял несколько кадровых решений, которые касаются нашу республику. Все подробности в антикоррупционном обзоре от моей коллеги Людмилы Чекал. В последний день марта в Ленинском районном суде состоялось первое слушание по делу бывшего прокурора Октябрьского района Николая Парамонова. В июле 2016-го 50-летний работник ОК Государева попался на получение взятки. За общее покровительство на строительные фирмы, а проще говоря, за попустительство при осуществлении надзорной деятельности прокурор района потребовал с директора организации 370 тысяч рублей. О противоправных требованиях должностного лица мужчина сообщил в Управлении Федеральной службы безопасности по республике Мордовия. В результате все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников. Встреча состоялась 27 июля на нейтральной территории, одной из центральных улиц города. Директор организации передал Парамонову часть взятки. И когда 300 тысяч рублей оказались в руках прокурора, сотрудники регионального ФСБ задержали Парамонова с поличным. Все это время экс-прокурор находился под стражей. На первом заседании суда он взывал к жалости и просил, чтобы его отпустили под домашний арест. Якобы состояние здоровья не позволяет ему сидеть в заключении. Да и вину свою Парамонов не признает. Говорит, его подставили, а дело сфабриковали. На первоначальном этапе предпослили действия оперативных служб ФСБ России в республике Мордовия, перешедшего во вторую фазу на более активную ступень с привлечением гражданского человека, так скажем, называемого агента конфликента, проведения оперативного мероприятия. Имитации преступления путем партиционных подстрекательских действий проделал создание искусственных доказательств обвинений. Но несмотря на громкие слова подсудимого, арест бывшего прокурора продлили. Он останется под стражей, как минимум, до оглашения приговора. А вот бывший начальник республиканской ветеринарной службы Алексей Еделькин свой приговор уже выслушал. Ленинский районный суд согласился с доводами гособвинителя о его виновности в присвоении имущества, совершенного с использованием служебного положения и мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Судом установлено, что в период с марта 2007 по сентябрь 2008 Еделькин, занимая должность начальника Лямберской районной станции по борьбе с болезнями животных, присвоил квартиру в селе Лямберь стоимостью почти 2 миллиона. Да еще и незаконно получил свыше 700 тысяч рублей в виде социальной выплаты на строительство жилья в рамках федеральной программы. Для этого он сначала прописал всю семью в служебной однушке, предварительно выписав ее из квартиры большей площади. И таким образом Еделькины стали нуждаться в улучшении жилищных условий, предоставив районную администрацию ложные документы. А в суде Алексей Еделькин уверял, что его попросту оклеветали. Изначально было понятно, что я оклевечен положенным доносом Кандаева Алексея Ивановича. История известна в случае наказания невиновных. Сам же Кандаев Алексей Иванович, как выяснилось в процессе следствия, реально превысил свои должностные удомочия, выдав разрешение на оформление сделок с квартиры. Если ему было известно тогда, то почему Кандаев Алексей Иванович согласовывал письменно, тем самым нарушая закон? За махинации с жильем бывший начальник республиканской ветеринарной службы осужден на два с половиной года общего режима. Арест на имущество Еделькина в размере более трех с половиной миллионов рублей сохранен в целях обеспечения имущественных прав потерпевших. А в начале апреля прокуратура Лямберского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности закрытого акционерного общества Ичалки. Директор организации Фаиль Салихов, действуя в ее интересах, через своего знакомого пытался передать взятку в 200 тысяч рублей начальнику районного ГИБДД Мангутову, чтобы тот не составлял протоколы о нарушении правил дорожного движения в отношении ЗАО Ичалки. Незаконные действия до конца доведены не были. Мангутов от получения взятки отказался. Но за попытку дать незаконные вознаграждения от имени юридического лица ЗАО Ичалки теперь выплатит штраф в размере одного миллиона рублей. Конфискованы у Салиха и те 200 тысяч, которые он предлагал в качестве взятки. Кроме коррупционных дел, эта весна правоохранителям Мордовии запомнилась и кадровыми перестановками. Сначала президент России Владимир Путин назначил в регион 13 нового прокурора. Место главы надзорного ведомства занял Александр Филимонов, который прежде возглавлял прокуратуру Курской области. На эту должность его рекомендовал и заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. За время службы в прокуратуре зарекомендовал себя квалифицированным, профессионально грамотным, инициативным руководителем. Обладает большим опытом, организаторскими способностями, оперативно решает практические вопросы прокурорского надзора, умело нацеливать подчиненных на фактическое устранение нарушений закона. По своим профессиональным и деловым качествам Филимонов способен организовать деятельность прокуратуры и спорки Мордовия в соответствии с предъявляемыми требованиями. Но кроме новых назначений были в марте и громкие увольнения. Президент освободил от занимаемых должностей 10 генералов МВД России, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. В числе тех, кто оказался в черном списке, и начальнику ФСИН Мордовии Рамзан Ягьяев. В этой должности он проработал чуть меньше двух лет, с июня 2015-го. Причина его увольнения неизвестна до сих пор. Родина не продается. Но это мы с вами так думаем. А вот ведущий инженер-инспектор регионального управления заказчика капитального строительства Министерства обороны так не полагал. Чтобы закрыть глаза на нарушения при строительстве военного объекта в Ковылкино, ревизор потребовал миллион рублей. Подрядчик согласился, это гораздо дешевле, чем переделывать. В итоге инженер с полными карманами рублей, а военные несут службу на командно-техническом пункте, который может рухнуть в любой момент. Ответит ли по закону инженер, выясняла Дарья Берясева. Закрыть глаза на нарушения, какими бы последствиями это не обернулось, так просто, если получить за это большие деньги. Эта идея показалась хорошей ведущему инженеру-инспектору регионального управления заказчика капитального строительства Министерства обороны Владимиру Варавину. Весной 2015 года в Ковылкино на территории военных частей началось строительство командно-технического пункта. Через год, в мае 2016-го, Варавин прибыл на объект с проверкой. Сам же выявил нарушения и даже подготовил предписание, согласно которому кирпичную кладку нужно было разобрать, так как она не соответствовала нормам СНИП. Только вот генеральному подрядчику строительной организации Варавин это предписание так и не отправил. И придумал, как можно извлечь сложившейся ситуации выгоду для себя. Прекрасно зная, что выполнение предписания будет затратным для организации, он решил сделать им более выгодное предложение – финансовое. За то, чтобы выявленные нарушения остались в секрете, Варавин потребовал 1 миллион рублей и ещё 60 тысяч, чтобы покрыть расходы за проживание в Ковылкино. Подрядчик пошёл на сделку, ведь инспектор шантажировал полным сносом уже построенного пункта. Это стало главным аргументом, и руководитель строительной организации согласился. Деньги передавались частями, через посредника. А Варавин продолжал замалчивать, что возведённые стены могут обружиться в любой момент. Сделку прервали правоохранители. На тот момент на руках Варавина была уже 541 тысяч рублей. 6 апреля в отношении него было возбуждено уголовное дело. А уже на следующий день было принято решение о заключении его под стражу. В пятницу, 7 апреля 2017 года, Ленинский район суд города Царанское удовлетворил ходатайство руководителя военного следственного отдела Следственного комитета России по Пензенскому гарнизону об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении инспектора регионального управления заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации 37-летнего Варавина Владимира. Кстати, Варавин свою вину признаёт. Он до последнего надеялся, что время, пока будет вестись расследование, он проведёт с женой и ребёнком. Но суд решил иначе. Суд, с учётом всех обстоятельств дела, тяжести предъявленного Варавину обвинения, а также того, что Варавин на территории республики Мордов постоянного жительства не имеет, заключил его под стражу сроком по 6 июня 2017 года. Поставив под угрозу обороноспособность страны, даже на таком маленьком участке, как Коинская часть в Ковылкино, Варавин, видимо, не скоро окажется на свободе. А вот перестроит ли теперь командно-технический пункт в соответствии с требованиями норм, вопрос пока открытый. На сегодня это всё. Смотрите «Закон», живите честно. Все выпуски программы доступны на официальном сайте канала. Его адрес 10tvrm.ru, а также в группе правового вещания в социальной сети ВКонтакте. Адрес внизу экрана. Встретимся через две недели в это же время на 10-м канале. Они настойчиво ждут от тебя благодарности? Они просят понять, ведь у них тоже есть начальники? Они быстро решают проблемы только для своих? Не корми коррупционеров. Живи честно. Телефон дежурного прокурора Мордовии 475-505. Круглосуточно. Круглосуточно. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok